Какого хрена учителям, врачам и всем остальным платили все эти годы минимальную заработную плату и говорили, что больше у них никак нельзя? А теперь уже три года миллионы военнослужащих платят 200 тысяч в месяц. Ну, потому что военнослужащие, прямо скажем, циркулируются, и это расходы, которые, по крайней мере, закончатся с войной. Это достаточно гарантированно. Это второе. И третье – это заставить людей воевать можно либо за деньги, либо принудительно с помощью мобилизации. Мобилизация – политически более опасный способ организации армии, нежели контрактники. Именно поэтому Кремль, в общем, избегает полной мобилизации, избегает мобилизации новых людей. Мы помним, что тех, кого призвали по частичной мобилизации полтора года назад, не просто так этих людей сейчас держат на фронте, не выпускают домой для того, чтобы этот процесс, эта система коснулась как можно меньшее количество семей, чтобы как можно большее количество семей могло закрывать глаза на войну. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, военным платят больше денег, чем учителям, потому что выплаты военным, они закончатся вместе с войной, во-первых. Во-вторых, потому что высокие выплаты военным позволяют Кремлю избегать новой волны мобилизации. Третье – потому что у военных в руках находится оружие. И последнее, что Кремль хочет видеть, это чтобы люди с этим оружием возвращались в тыл, недовольные отсутствием достойной оплаты, не того, что им кажется достойной оплатой. Давайте так сформулируем. И четвертое – это, в принципе, униженное положение учителей в России, где, в отличие от военных и ветеранов, которых Путин обещает сделать новой элитой, учителя – это одни из самых униженных людей в России, самых бесправных, самых низкооплачиваемых, потому что они не готовы бороться за свои права, что я могу сказать.